3 августа у тружеников стальных магистралей России профессиональный праздник. В Курске железнодорожников чествовали в пятницу. В программе концерт, лотерея и, конечно, слова благодарности, подкрепленные наградами за многолетний и добросовестный труд. В торжествах приняли участие глава региона Александр Михайлов, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Кобзарь и наша съемочная группа. Все мы когда-либо путешествовали на поезде, но мало кто знает, что за безопасным переездом пассажиров и перевозкой груза вскрывается огромный труд людей, которые и в праздники, и в будни и стараются обеспечивать нам эту безопасность. И это не просто опытный машинист или дежурный на переезде. Главный принцип в работе железнодорожников – забота о людях и ответственность за их жизни. Наглядный пример того, как проходят трудовые дни сотрудников путевого хозяйства. В ведении Курской дистанции – порядка 700 километров рельсов, плюс стрелочные переводы железнодорожной станции и не только. Профессиональная команда в составе 330 человек контролирует состояние остальных магистралей и проводит необходимые ремонтные работы. Самое главное, что это, наверное, все-таки люди, которые являются основой. И я считаю, что путевое хозяйство – это является основой железнодорожной отрасли. Поэтому здесь интересно. Вроде с виду посмотришь со стороны рельсы, шпалы, что тут. А на самом деле это очень сложнейший комплекс работ, которые связаны между собой. Виктор Барабаш – правая рука начальника Курской дистанции. Он отвечает за транспортную безопасность и гордо заявляет, за 30 лет работы внес весомый вклад в нынешнее состояние главной транспортной артерии. Я отремонтировал, считайте, от Курска до Бонарей, отремонтировал на Льгов, Готня, на восток, сюда направление, на Воронеж. Значит, построено порядка 200-250 километров. Как и во все времена, сегодня профессия железнодорожника престижная, но сложная. Внимание государства таким людям особенное. Средняя заработная плата сотрудника отрасли – порядка 40 тысяч рублей. Плюс внушительный соцпакет и корпоративная политика приобретения жилья в ипотеку на льготных условиях. Это и сохраненная социальная политика компании, когда есть и свои садики, и поддерживаются школы, и свои дворцы культуры, и поддерживаются спорт. Самое главное наше достижение, считаю, это, конечно, работа с ветеранами. В Курской области на железной дороге протяженностью свыше 2000 километров сегодня трудится более 5000 человек. К работе такого коллектива за первое полугодие 2014-го у региональной власти претензий нет. С нашей стороны, со стороны администрации области делалось и делается все для того, чтобы отношения были деловыми, эффективными, продуктивными. Ну и я бы так сказал, что сегодня у нас с руководством, в частности, Московской железной дороги, никаких таких серьезных проблем не существует. А значит, эти люди справляются со своей работой и отчетливо понимают, что стальные магистрали не прощают ошибок. Лучшие сотрудники в преддверии профессионального праздника получили награды и почетные грамоты. Ирина Шашкова, Андрей Дегтярев, Телеканал СЕИМ.